ВМС-система не разрешает корректировать данные задним числом. Первый вопрос к вам, Дмитрий. Правда, действительно нельзя корректировать данные в МС-системе задним числом. Это классическая схема, которую очень любят в 1С, но надо понимать, что мы система управляющая, мы система реального времени, и любое движение, которое мы отразили в складе, связано с товародвижением. Если кто-то переместил место хранения или переместил товар из одной ячейки в другую, то то, что мы отменим в системе операцию, товар обратно не вернется. Товар надо возвращать. Поэтому мы должны создать задачу на то, чтобы вернуть его обратно. Почему это некорректно вдвойне с точки зрения склада? Тот сотрудник, который выполнил эту операцию, он ее выполнил. То, что нам почему-то надо ее отменить, не значит, что этому сотруднику не надо заплатить за то, что он ее выполнил. Вся выработка сотрудников должна быть. Если мы возвращали товар обратно, человек выполнил две операции, сначала в одну сторону, потом в другую, и он был занят на складе, а не просто его операция куда-то исчезла. Возможность корректировать задним числом в основном рождается оттуда, ну от каких потребностей? Например, корректировка заказа. У нас корректировали заказ, соответственно, надо чего-то изменить. Нет, надо изменить в системе. Да, мы должны отработать эту корректировку заказа, мы должны отменить отбор, вернуть товар, еще что-то, но вся эта история должна сохраниться. Мы должны видеть, что изначально у нас заказ был такой, именно поэтому мы спланировали такой отбор. Именно поэтому мы его так исполнили, чтобы вся история обязательно сохранялась. Более того, мы всегда должны знать, когда это произошло, и даже если мы скорректировали заказ задним числом в корпоративной системе, в нашей системе откорректировка попадет ровно тем числом, когда она была произведена. И мы всегда будем знать всю историю жизни заказа и следить за ней. Николай, а как вам с такой правдой живется? Насколько просто или сложно вообще вот эта всю концепцию внутри себя? Я хочу сказать, наконец-то, два раза. Первое, наконец-то, кончились мифы. И второе, наконец-то, случилась сторона, грубо говоря. Потому что, я думаю, вся история идет от 1С бухгалтерии, где все с удовольствием задним числом правят документы и мешают жить правильным системам, скажем так. То есть, говоря о западных системах, вот там было давно сторона, корректировки. У нас немножко было по-другому. Уйдем от бухгалтерии, не будем лезть в 1С бухгалтерию, просто какие-то системы наследовали часто этот функционал. А Дмитрий правильно сказал, ВМС – система реального времени. Более того, повторюсь, как я уже говорил, она управляемая система. То есть, зарождаться действие должно не в ВМС, а в системе КИС и передаваться. То есть, по-хорошему, тогда там должно что-то отменяться, потом идти вниз, узнать, может ли там оно отмениться, и так далее. То есть, в принципе, это порочный механизм и механизм корректировки. Вот никто меня не убедит, что механизм корректировки не сделает правильное действие, а вот задним числом корректирование сделает. Сложно ли подразделения, их смежные к складским, убеждать в том, что вот эта технология после запуска ВМС-системы станет повсеместной, и вы будете жить дальше так всегда? Здесь, например, на одной из предыдущих работ я сталкивался со сложностью. Там, правда, было то же самое, была тоже логистика, только третья. Да, бухгалтерию достаточно сложно убеждать на этом стыке, но все реально. Есть технические решения? Да. Спасибо. Яна, как у вас? Я даже не знаю, что дополнить. На самом деле, Дима очень хорошо рассказал, и Николай, в общем-то, передал все реалии жизни. В бухгалтерии, правда, первые моменты удивляются, что как так нельзя скорректировать задним числом, но ВМС-система, это не только система, которая накапливает статистику, она, в первую очередь, управляет ресурсами, управляет сотрудниками, управляет, собственно, площадями, управляет товаром, и поэтому любое действие отражается только здесь и сейчас, потому что управлять можно только в реальном времени. В общем-то, все логично. Мне кажется, вот эту правду нужно продолжить тем, что мы всем своим клиентам обязательно рекомендуем буквально в первые 2-3 недели обязательно провести какое-то большое собрание всех подразделений компаний, на которые либо драйвер со стороны заказчика, либо кто-то из нас расскажет о том, как изменится вообще IT-ландшафт, как изменится работа конкретных людей, выписывающих заказы, оформляющих какие-то отгрузки, внутренние перемещения и так далее, чтобы это не было неожиданностью после того, как ВМС-система будет запущена.